Берегеньки-берегень, читай, пироги на меду, Насовальки вечера все у всех на меду, Подкаленные семечки, гулять-гулять, Крушек нового девушка, кавалеры опять! Яркий, самобытный, солнечный! Именно так говорили о первом фестивале сельских домов культуры его участники. В оригинальных народных костюмах с чувственным репертуаром они с радостью заявляли о своем творчестве. В каждой песне любовь к родине и родимой сторонушке. Коллектив «Красноушиночка» приехал на фестиваль из Селивановского района. Поселка Красноушна. Коллективу нашему в этом году исполняется 6 лет. Руководитель коллектива Анфимина Александровна, В коллективе у нас в основном женщины. Поем все, в принципе, и народные, и эстраду. Фестиваль приехали в первый раз, надеемся, что не последние. Возрастных ограничений у фестиваля не было. Взрослых на сцене сменяли дети. Они приехали в сопровождении своих творческих наставников и наперебой делились всем, чему научились. Сейчас занимаюсь, преподаю детям вокал. Ну, как можно сказать, вокал. То есть я не преподаватель, на самом деле. Просто кружок пения. Поем с ними разные песни, патриотические такие. Ну, и свои афорские песни исполняем. Разнообразие жанров, форматов, творческих решений стало отличительной особенностью первого фестиваля творчества «Искусств. Путь к успеху». Он получился не только интересным, но и по-домашнему теплым. Вот и закончился первый сельский фестиваль творчества и искусств «Путь к успеху». К этому событию мы шли несколько месяцев. Все участники достойно выступили на наших площадках. Более трех тысяч мальчишек и девчонок вместе со своими наставниками наряду с уже сложившимися творческими коллективами со стажем стали участниками первого фестиваля сельских ДК. Не успев разойтись, они уже хотели вернуться снова. Субтитры создавал DimaTorzok